Болевые точки развития бизнеса обсудили в Ханты-Мансийске. В рамках Югорского инвестиционно-промышленного форума прошла конференция «За бизнес». Также называется цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей. Платформу создали по поручению президента России. Ее главная функция – предупреждение уголовно-правового преследования предпринимательства и решение системных проблем силового давления. По словам участников конференции, речь идет о важной составляющей инвестиционного процесса. Если инвесторы уверены в том, что их права соблюдаются, а качество правоохранительной деятельности остается на высоком уровне, то и инвестиции будут протекать в соответствии с бизнес-стратегией. Добавлю, в рейтинге инвестиционной привлекательности Югра из 20-ки лидеров перешла в десятку. Однако, как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, большое внимание уделяется до настройки работы органов власти для доброжелательного сопровождения бизнес-процессов. За период работы платформы от предпринимателей нашего региона на нее поступило 44 обращения. В данном случае мы рассматриваем это как возможность, открытую возможность, уже открывшуюся возможность и используемую возможность для бизнес-сообщества. И, судя по результатам, благодаря независимому анализу обращений, объективно решены вопросы предпринимателей, ну мы так, по крайней мере, оцениваем совместно с предпринимателями, такие вопросы, как законное или уголовное преследование, восстановлена деловая репутация, оказаны юридические консультации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На заседании Наталья Комарова отметила, что экологически эффективная экономика – приоритет стратегии развития округа. Уровень использования попутного нефтяного газа доведен до 95,5%. Это осуществление региональных достижений, ну, лидерских достижений по мировым провинциям. Следующее. За прошедшие 9 лет ликвидировано 92% шлама Махамбарова и на 12% с 2011 года сокращены выбросы парниковых газов. Югра сохранила численное представительство в Тюменской областной думе. В нынешнем составе, как и в прошлом, Югру представляют 15 депутатов. Причем депутаты от округа показали высокий уровень поддержки избирателями в регионе. Помимо этого усилились позиции Югры в распределении руководящих постов. Заместителями председателя думы назначены депутаты от Югры Галина Резяпова и Владимир Нефедев. Инна Лосева возглавила комитет по экономической политике и природопользованию. Анатолий Чапайкин – постоянную комиссию по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. В новом составе есть как новички, так и уже опытные парламентарии. Как и прежде представители нашего региона в Тюменской областной думе будут постоянно поддерживать связь с главой округа, лидером команды Югры Натальей Комаровой. До конца года на дорогах Югры построят более трех километров линии электроосвещения. Обновление запланировано на самых аварийных участках дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, освещение установят на двух участках трассы Сургут-Нижневартовск. Это 64-й километр. И на кольцевой развязке на 33-й километре. На 45-м километре дороги подъезд к городу Когалым и на 42-м километре трассы Сургут-Лентор, а также на обездной дороге Ханты-Мансийска. При строительстве используются современные светодиодные светильники российского производства. Они хорошо зарекомендовали себя в районах Крайнего Севера. Технические решения, применяемые при их изготовлении, позволяют работать в условиях резких перепадов температур и давления. На всех пяти участках линии электроосвещения построят по контрактам жизненного цикла. Подрядчик по одному контракту построит линию освещения и будет его содержать в течение трех лет. Свой профессиональный праздник отметили бойцы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Еще в 90-е был подписан указ о создании такого подразделения. Его задача – бороться с особо опасными преступниками, а также терроризмом и экстремизмом. Отряд «СОБР» в Югре образован 7 октября 1994 года в Нижневартовске. За время работы бойцы успешно реализовали десятки сложнейших спецопераций. Они отправляются и возвращаются из командировок на Северный Кавказ. Только за последние четыре года бойцы задержали 256 граждан, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Четыре года назад местом дислокации отряда стал Сургут. Однако свои задачи силовики выполняют на территории всего округа. За время проведения мероприятий изъято 22 единицы самодельных взрывных устройств, 30 единиц огнестрельного оружия, более 1000 единиц боеприпасов различного вида, полтора килограмма взрывчатых веществ. 12 сотрудников специального отряда быстрого реагирования награждены государственными наградами. В Новоаганской районной больнице установили пять новых профессиональных аппаратов для диагностики зрения, УЗИ и не только. Оснащение проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Современные аппараты позволят врачам более точно диагностировать заболевания, не направляя пациентов в медучреждения за пределы поселка. Сразу два новых аппарата поступило в кабинет офтальмолога Новоаганской районной больницы. Один из них предназначен для бесконтактного измерения внутриглазного давления. Вся процедура будет занимать всего 2-3 секунды. Еще один новый аппарат позволит на ранних стадиях выявлять такие дефекты зрения, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Также в больницу поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики. Одним из аппаратов, это аппарат для ультразвуковой диагностики, это четырехканальный аппарат, великолепно оснащенный принтером и дающий возможности проводить ультразвуковые исследования всем возрастам, то есть от внутриутробного состояния плода до взрослого состояния. На этом аппарате мы можем выполнять такие исследования общие. Естественно, это органы брюшной, полость из-за брюшинного пространства, мочевой пузырин. Именно этот аппарат своими техническими возможностями позволил нам выполнять эти исследования именно в Новоаганской районной больнице. Ранее эти исследования выполнялись по договору в Нижневартовской, в Нижневартовской буршной больнице. Еще одним важным приобретением для Новоаганской больницы стал модульный аппарат. Он предназначен для лабораторных исследований и позволит проводить анализы на более высоком уровне. Медики называют его трансформером. На этом приборе в Новоаганской районной больнице, в лаборатории, мы планируем для стационара и поликлиники выполнять биохимический профиль. Это все анализы, которые мы делаем на сегодняшний день. Это биохимические ЛТСТ, ферменты, амилаза, ГГТ, допустим, билирубин, фракции, общий белок, мочевину. Губернатор Югры приняла участие в дневном марафоне «Компас женского лидерства «Мягкая сила». Он проходит в рамках недели третьего Евразийского женского форума. Участницы обсуждали роль женщин в развитии предпринимательства, сельского хозяйства, экологии, демографии и других сферах общественной жизни. В частности, глава региона рассказала о развитии в регионе зеленой экономики. Так, в основе стратегии развития до 2030 года лежит в соответствии к экологическим стандартам. Уже сейчас уровень загрязнения воздуха в Югре, по данным Росгидромета, на низком уровне, а число аварий на нефтепроводах сократилось в три раза. Кроме того, в округе создается карбон-дата-центр, который будет заниматься накоплением компетенции по мониторингу потоков углекислого газа. Этот центр сбора, обработки и использования больших данных, он соответствует международным стандартам и стандартам, утвержденных правительством Российской Федерации. Югорчан ждут ветреные выходные. В некоторых районах округа синоптики прогнозируют сильный шквалист ветер. Особенно это касается жителей Сургута. Порывы ветра там будут достигать 18 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности, позаботиться о своем имуществе и не парковать машины вблизи деревьев. Ну а чтобы не подвергать риску здоровья, желательно отказаться от прогулок и переждать непогоду дома.